Фонтан Треви, безусловно, один из самых знаменитых фонтанов в мире, но, вероятно, и один из самых наименее изученных. Мало кто задается вопросом, что представляет собой это великолепие, которое внезапно открывается взору туриста, вышедшего с узкой улочки на маленькую площадь. Уже издалека был слышен шум воды, и вы понимали, что вот-вот вы увидите самый знаменитый фонтан Треви. Он поражает своим размером и красотой, и внимание рассеивается, как будто уже и не до деталей, но самое интересное, поверьте, все-таки в деталях. Фонтан Треви был возведен в XVIII веке по проекту Никола Сальви, но еще в XVII веке наш любимый Бернини, без работ которого сейчас сложно представить Рим, вел подготовительные работы на площади и хотел создать фонтан, посвященный силе воды, которая поступала бы из акведука, построенного Марком Агриппой 2000 лет назад. Акведук Акваверджина – это один из старейших акведуков города. Он получил свое название от легенды, согласно которой дева указала древним римлянам источник воды, откуда и начали строительства акведука. Помимо фонтана Треви, акведук также снабжает водой и другие фонтаны Рима, такие как фонтан Баркача на площади Испании, фонтан Четырехрек на площади Навона. Эти фонтаны были созданы, чтобы продемонстрировать величие Римской империи. И не только. У каждого фонтана ведь своя история. Если внимательно рассмотреть фонтан, то он расскажет нам много всего интересного, начиная с истории возведения акведука и до ссор с цирюльником. Здесь каждая деталь продумана – от расположения скульптур до растительного декора. Сразу что бросается в глаза – это размеры фонтана. Фонтан пристроен к дворцу поля и, кажется, еще больше, чем есть на самом деле. Высота фонтана – 26 метров. Без дворца ширина фонтана – 20 метров, а с дворцом поля – 49 метров. Доступ к фонтану бесплатный и открыт круглый год, то есть вы можете посетить его в любое время дня и ночи. Днем здесь многолюдно, поэтому я советую вам запланировать свой визит к фонтану ранним утро, чтобы избежать скоплений людей и в полной мере насладиться красотой фонтана и рассмотреть его в деталях. Ну и, конечно же, сделать фотографии. Иногда даже туристы спрашивают, а можно ли фотографировать фонтан? Конечно же, да. Только это туристы сейчас и делают. Мало кто садится у фонтана и рассматривает его. Вы можете сделать столько фотографий фонтана Треби, сколько захотите. Однако напоминаю, что всегда надо уважительно относиться к другим посетителям и не мешать никому во время фотосессии. Фонтан Треби – это гимн в воде в камне, а вода является источником жизни и всех благ. Ну а теперь запоминайте. Работы над фонтаном длились 30 лет при трех папах римских. На фонтане изображено почти 30 разновидностей растений. Ну и, конечно же, название фонтана Треби происходит от итальянского «тревие», что означает «три улицы». От площади отходят три улицы. Но согласитесь, что очень легко все запомнить. Главная статуя, которая находится в центре фонтана, изображает бога океана. Многие думают, что это Нептун. Но вспомните, Нептуна почти всегда изображают с трезубцем, а вот океана нет. Океан – повелитель всех вод. Океан выплывает из морских вод на колеснице в виде ракушки, запряженной морскими конями. Это гиппокампы – кони с рыбьим хвостом. Гиппокамп имеет голову и переднюю часть лошади, а хвост и заднюю часть – огромные рыбы. Мы видим двух гиппокампов с разным темпераментом. Они символизируют два состояния моря – штирь и шторм – спокойное и бурное состояние моря. Гиппокампов за узды держат тритоны. Их обычно изображают в свете морских божеств. И еще очень интересная деталь – океан находится под Триумфальной аркой. А ведь вспомните, в Древнем Риме Триумфальные арки возводили победителем. Вот так представляют бога воды океана. Сейчас мы с вами будем рассматривать другие скульптуры, и вы поймете, что без воды не было бы жизни на земле и не было бы тех фруктов и растений, которые изображены на фонтане. Слева от океана находится скульптура богини Изобилия. У нее в руках рог Изобилия, наполнен фруктами. Без воды не было бы этих фруктов, и это символ достатка и изобилия благодаря воде. Справа от океана находится скульптура богини Здоровья. Она символизирует чистоту, вот Акведука Акваверго. Над богиней Здоровье мы видим горельеф, который рассказывает нам, как Агриппа отправляет солдат на поиски источника, чтобы откуда провести Акведук в Риме. Солдаты долго ходили, не могли найти источник, пока не встретили девушку. И вот у нее-то они и спросили, где можно испить воды. Она показывает пальцем как раз на то место, где бил источник. И именно оттуда начали строительство Акведука. Над богиней Изобилия с левой стороны мы видим еще один горельеф. Там изображен заказчик Агриппа во всей своей красе. Он подписывает документ на строительство Акведука. Протяженность этого Акведука 20 километров. Под гербом находятся еще четыре скульптуры. С одной стороны, можно предположить, что это времена года – весна, лето, осень, зима. А с другой стороны, все-таки больше похоже, что каждая скульптура – это аллегория плодородия. Например, первая скульптура обильно украшена фруктами. Это аллегория изобилия фруктов. Вторая скульптура держит в руках злаки. Получается, это аллегория плодородия полей. Третья держит в руках бокал, видимо, с молодым веном. Получается аллегория даров осени. И последняя, четвертая скульптура – это аллегория плодородия лугов. И весь этот богатый урожай был получен благодаря изобилию воды. На самом верху фонтана находится герб папы Климента XII. Именно при нем началось строительство фонтана. И он позаботился о том, чтобы герб украшал фонтан на самом видном месте. А вы знали, что фонтан украшает почти 30 видов растений? А также на фонтане можно увидеть улиток и ящериц. Надо только внимательно присмотреться. Вот здесь, на камне, с левой стороны фонтана, пригрелась на солнышке ящерица. Здесь же на скале мы видим знакомые нам листочки плюща. Слева земляничное дерево с плодами, а справа коровяк извилистый. Достаточно присмотреться, и вы увидите болотную циновку и камыши. А там на листочке еще сидит улитка. В правой части фонтана скалу украшает виноградная лоза. И какая-то разновидность арбуза. Здесь большое скопление всевозможных растений, и виднеется плод от кишока. Арум египетский. Официальное открытие фонтана Треви состоялось в 1762 году. Папа Бенедикт XIV необычным образом решил наградить монсеньора, который отвечал за завершение фонтана. Он разрешил ему разместить свой герб среди скал, на правой стороне фонтана. Герб украшают веточки лаврового дерева. Невозможно не заметить иду. Символ мужества, выносливости, долголетия и плодородия. Как же красиво на этой стороне фонтана расположился серпер вивум. Его название означает «бессмертный». Это растение растет между скалами, на скалах или на засушливых землях. Справа от фонтана Треви находится огромная ваза. Римляне называют ее «туз кубков», но потому что по форме она напоминает символ игральных карт. Но на самом деле это чаша, где взбивали пену для бритья. Говорят, что архитектор Никола Сальви установил эту чашу, чтобы загородить обзор парикмахеру-цирюльнику. Уж очень он устал от назойливого соседа, который всегда был чем-то недоволен. А про трубочки влюбленных слышали легенду? Так вот, согласно древней легенде, пары, которые вместе пьют из этого фонтанчика, навсегда будут верными друг другу. Вечная красота фонтана Треви привлекает туристов со всего мира. Он стал символом Рима. Туристы приходят сюда полюбоваться фонтаном и по традиции бросить монету в чашу фонтана, надеясь таким образом в будущем гарантировать себе возвращение в Рим. Фонтан стал символом удачи и исполнения желания. Несколько раз в неделю чашу фонтана чистят от монет, а собранные деньги идут на благотворительность в помощь нуждающимся людям. Поэтому, когда вы бросаете монету в фонтан, вы не только загадываете желания себе, но и творите добро, помогаете нуждающимся людям. Чтобы удобнее было собирать монеты, их сначала выравнивают в ряд, а потом специальным приспособлением, похожим на пылесос, собирают монеты. Монеты собраны, сейчас их будут пересыпать в мешки и потом отнесут в полицейскую машину. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такой он фонтан Треви. С одной стороны, вроде бы знаменитый на весь мир, а с другой стороны, так мало изученный туристами. И поэтому, дорогие мои друзья, когда будете возле фонтана Треви, обязательно рассмотрите его в деталях. Однажды мы с туристами были свидетелями, как муж привел свою незрячую жену познакомиться с одной из главных достопримечательностей Рима – с фонтаном Баркачи. Мы остановились на несколько минут, чтобы посмотреть, как женщина радовалась каждому прикосновению к фонтану. Ничто не может помешать человеку для того, чтобы путешествовать и познавать мир. Самое главное, чтобы вы этого хотели. В один из моих рабочих дней я бежала на работу и переживала, что весь день будет идти дождь. А мне так хотелось показать туристам Рим во всей красе. Но природа меня успокоила. Это, наверное, был знак свыше. На небе появилась одна, а потом и вторая радуга. И я поняла, что день будет сегодня прекрасный. Нужно только верить в хорошее. И оно обязательно будет. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Как всегда, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok